Несколько вещей. Первое, что я думаю, этот кризис, он такой, в чем-то первой уникальной в украинской истории, потому что никогда такого не было, когда президент говорит премьеру уходи, а премьер в открытую над ним издевается, даже во времена, там, излишне, как говорили демократичного президента Ющенко, когда он сказал Тимошенко уходить, она ушла в отставку. И премьеров таких больше нет. Фактически идет такая насмешка над властью. Второе, что когда вы говорите, ребята, про программы, это вот не врите ни сами себе, ни зрителям. Мы упустили еще очень важный момент, и на этой неделе о нем писала пресса в отношении того, что главный торг идет не за должности министров, и даже не за должность спикера, где они просто в тупую хотят поменяться, от БПП человек станет премьером. Очень важный вопрос генпрокурора. В открытую говорится о том, что давайте проголосуем отставку как бы нового премьера только в обмен на генпрокурора. И на этой неделе очень многие издания написали, что Арсений Петрович на полном серьезе обсуждает вопрос своего назначения генеральным прокурором. Это после того, как практически все общество, главная претензия, это претензия в коррупции к действующему кабмину. При этом вот сегодня была одна фраза, которая пролетела как бы краешком, о том, что на этой же неделе ЦРО публиковало доклад, по которому мы на первом месте по инфляции мы опередили Сирию, Сирию, которая находится в состоянии войны, у нее там 33 с небольшим процентов, у нас 49. И об этом никто не говорит. И когда говорят о том, что давайте поменяемся, это насколько надо быть циничным, чтобы говорить, вот сейчас мы поменяем, определим новые ориентиры, определим новую программу. А что вы делали полтора года? Сейчас вы поменяете одного на другого и будете опять же то же самое рассказывать от того, что Арсений Петрович, как бы обуревая мыслями о припортном заводе и другой приватизации. Если это будет делать Владимир Петрович, что изменится для украинского общества, для простого украинца? Ничего. Николай, ну и вы не констатируете ситуацию, говорите как, что делать? Как делать? Самое главное. Я считаю, что в этой ситуации два главных вопроса. Вот если партии, которые, а теперь они должны действительно сложить коалицию, потому что наконец-то радикальная партия вышла из коалиции уже окончательно де-факто. Они должны на себя взять ответственность о том, что было. Не один Арсений Петрович или Народный фронт, а все партии и коалиции во главе с президентом должны сказать, мы несем ответственность за то, что происходило эти полтора года. Второе. Если они не хотят вести этой ответственности или они не хотят перед народом спросить разрешение, скажем, попробовать еще раз, то единственный вариант это только досрочные выборы. И этот цивилизованный путь. Я говорил уже неоднократно, что это большие риски, что это действительно серьезная опасность для страны, потому что действительно есть много вопросов, которые есть у страны, кроме выборов на сегодняшний день. Но без выборов эту проблему никаким образом другим не решить. Понятно.